Челябинская область Томас Самилву – это не специалист вовсе, а просто вот так вот на шару поставленный тренер. Знаете что, ребята, это вообще никакой не позор. Позор – это систематическая, бестолковая, безвольная игра какой-то команды, которая из раза в раз выходит обречённой, ничего не пытается сделать, у неё, естественно, ничего не получается. За таким коллективом наблюдать действительно не особо интересно и весело. Российская сборная по волейболу – совсем другая история. Наши парни в этом году выиграли Лигу наций, уверенно квалифицировались на Олимпиаду. Всё нормально было на чемпионате Европы. И вот этот один-единственный матч, матч, который, конечно же, очень обидный, досадный, грустный. Вот утром видел наших ребят. Многие до сих пор вообще не то, что не улыбаются, а как-то не понимают, что происходит. Некоторые толком не спали. То есть команда сильно переживает за случившееся, это живой организм и по-другому быть никак не может. Но вот это тот самый случай, когда сборную скорее нужно поддержать, чем критиковать. Нельзя за единственную в сезоне какую-то ошибку просто рубить с плеча, всех призывает разогнать, топтать, уничтожать и так далее. На прошлом чемпионате Европы Польша, действующий чемпион мира, у себя дома, проиграла тем же славянцам в 1-8 финала. Всё, вылетело. Что мы видим? В следующем году поляки снова выигрывают чемпионат мира. То есть это спор, как банально это не звучало. Здесь бывает всякое разное, и всё, что нужно, это делать, правильные выводы. Поэтому, естественно, хвалить нашу команду за выступление на чемпионате Европы нельзя. Критиковать или лить грязь – это совсем зашквар. Будет очень интересно посмотреть, как теперь будет действовать Томаса Милво, потому что у него была такая политика открытости, доверия, свободы. И вот впервые он столкнулся с какими-то трудностями в виде неудачного результата. Интересно посмотреть, что изменится в команде теперь, изменится ли вообще. В общем, желаем нашим парням только удачи. По-прежнему это сборная, лучшая, наверное, сборная в игровых видах спорта у России. И нам нужно поддерживать её, потому что в Токио, если, конечно, мы туда поедем, эти парни будут биться за медали.